Грузинские журналисты встретились с генеральным директором Международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрием Киселёвым в рамках пресс-тура, организованного фондом Горчаковой Грузино-Российским общественным центром. Поездка состоялась с 7 сентября в Москве. Вне приняли участие 14 представителей средств массовой информации Грузии. Дмитрий Киселёв обсудил с коллегами из Грузии высокий спектр вопросов, грузино-российские отношения, внешнюю политику США, события на Украине, антироссийские санкции. Я не знаю, что вы ожидаете от меня услышать. Я вам просто скажу какой-то общий тезис, а потом вы можете задать свои вопросы. Общий тезис стоит следующим, что с 2000 года, примерно с 2000 года, в России и Соединенных Штатов Америки строятся две разные модели мира. И как бы мы взяли общий старт. В Америке взяла свой старт после 11 сентября, после 30-х актов в Нью-Йорке. И после чего сделала вывод, что она должна сама организовать мир, потому что некому больше. Если не мы, то больше никто. Мы, американцы, bound to live, это называется. Обречены на лидерство. Мы exceptional, мы исключительны. Мы indispensable, мы незаменимы. Это так произносится просто. Это фиксированные формировки. А вам их произносится в гост-поинте. Это фактически мы имеем право на одностороннее применение силы, что зафиксировано в военной токтейне США, ну и так далее. То есть мы сейчас не ведем порядок. И Россия тоже взяла свой старт в 2000 году. Это было связано с приходом Путина к власти. Он стал президентом, неожиданно, сам для себя, потому что он, собственно, такой карьерой в жизни не делал. И так распределась судьба, что ему пришлось принять этот вызов и ему соответствовать. И он очень изменился за последние полтора десятка лет. Ему пришлось личностно вырасти и продолжать это делать дальше. Естественно, что Россия должна была предложить миру, или, по крайней мере, себе, какую-то модель. Потому что Россия страна, которую не спрячешь, она расстраивает каждый день, я думаю, американцев, которые подходят к акции, и смотрят, и расстраиваются каждое утро. Думаю, что это такое, что это вообще какая-то несправедливость вообще с этим, да? Чуть-чуть размысть, смотри, остается. Поэтому в России неизбежно должна быть своя модель мира. Она простая, она многополярна, многоцветна. Россия признает многоцветность мира, многоукладность. И в этом мире Китай остается китайский, в идеале Армения армянская, Турция турецкая, Германия германская, а грузия грузится. И никто никого не бомбит, если он не согласен с режимом. Прошло полтора десятилетия, как Северные Штаты Америки практиковали свою модель управления, именно управления, и Россия тоже. Мы можем подвести некоторые тони. В древнегреческой мифологии был такой царь Мидас. Он к чему не прикоснется, у него все золото, превращается в золото. Потом он замолится, пускалась даже пища превращается в золото, у него очень удобное качество. На мой взгляд, я вам скажу с твою точку зрения, к чему не прикоснуться американцы, превращается в трубку. Государство расправляется. Так произошло с Ираком, так произошло с Сирией, так произошло с Ливией, так произошло, к сожалению, с Грузией. Потому что Грузия, на мой взгляд, была вынуждена каким-то странным образом жить не в соответствии со своими национальными интересами, а в соответствии с какими-то представлениями, там, чьими-то. И так произошло с Украиной. То, что распадается, там начинается внутренний конфликт, такой когнитивный диссонанс, что, как мне, представляется, мешает развитию. Ну, просто не видно. И является, все же, как мне представляется, временным сексом, нести противоестественное решение. Понимаете, противоестественное для нации решение. Думаю, что это будет преодолено. Однако, вот столкновение этих двух моделей, оно приводит к переформатированию мира. Например, Россия использует здесь энергию не только свою, а также энергию Китая, Индии, стран Бринц, создает международную структуру, ШОС. Например, накладывает сетку на глобус, на земной шаг в соответствии с многокладностью, многополярностью мира. По этой модели Россия принимает как факт то, что страны могут находиться на разных уровнях развития, эволюционном развитии. И имеют право на развитие в соответствии со своим укладом, со своими национальными традициями. То есть, этот Битов подметил Андрей Георгиевич Битов. То есть, в Грузии прекрасно относился к его сейчас, лидер российского концентра. Он заметил, что путешествия в пространстве, вы путешествуете и во время. Попадая в ту или иную, скажем, республику, тогда еще Советского Союза или Компост, вы оказываетесь в разных эпохах. Ну, собственно, и в мире то же самое. То есть, вы можете от Африки до Азии и Америки. Народы живут на разных эволюционных стадиях. Ну и хорошо. То есть, не надо предлагать им то, что для них сейчас может быть не свойственно. А не свойственно, потому что не своевременно. Потому что существует всегда самоорганизация народа внутренняя. И существует организация. Пределы организации известны, потому что вы не можете взять и реорганизовать какой-то народ сейчас. Вы не можете реорганизовать, как американцы. Пытаясь реорганизовать, что Ирак невозможно взять и реорганизовать. Ирак при Саддаме и Хусейне был, конечно, не идеальной демократией, мягко говоря. Но, тем не менее, количество жертв, которые там были даже при этом несовершенном режиме, в 10 раз меньше, чем количество жертв, которое появилось в результате внутренней войны в Ираке. И сейчас там еще не есть что-то. То есть, из двух зон, если выбирать меньше, то, наверное, интересно было бы отмотаться к тому, что там было. Тем более, что Ирак контролировал не только Саддап и Сей, контролировал не только свою страну, но и весь периметр. В регионе и там была стабильность. То же самое относится к Ливии, когда Таддафи контролировал не только Ливию, сейчас Ливия перестала существовать для государства, что является риском и перспективой вполне реальной для Украины. Когда все институты будут разрушены, или этому сообществу, которое сейчас есть, которое называется государство Украины, просто перестанет быть сообществом, война всех против всех, ненависть, недоверие, это будет неминуемо дробиться дальше и дальше. Как раздробилась, скажем, Ливия? И Таддафи контролировал не просто Ливию, а контролировал пространство вокруг своей страны, там, вплыв до эквотериальной Африки. Сейчас все это расползлось, эти воспитанные американцами террористы пошли туда до Мали, там вынуждены были французы с ними явиться там. Воспитанные, поддерживаемые нацисты в Европе, в данном случае на Украине, будут пойти дальше в Европу, и придется уже иметь дело с этим, с этой идеологией на более широком европейском пространстве. Так что вот здесь такая конструкция. Поэтому это посмотреть страны, и в том числе Грузия, должна, мне кажется, понять, что мы не просим быть Грузией пророссийской, мы не просим быть Японией пророссийской. Мы считаем, что Грузия и Япония имеют право на жить в соответствии с собственными грузинскими, либо японскими национальными интересами. Вот я был летом в Японии, пригласили коллеги и замечки, и они говорят, мы поехали с семьей в отпуск, у меня персональные санкции европейские, а позвонили японцев, я должна была сказать, тогда приезжайте к нам, вы отлично приедете, поехали туда, через Дальний Восток, через Владивосток, на детей, кстати, в Владивосток и Российский, в Дальний Востоке, это было более яркое впечатление, более трудоприятное, чем в Японии. Вот так и на сегодняшний день мы тоже посмотрели. И приходят и говорят, мы хотим с Россией. Ну, американцы, наши союзники, ядерный зонтик и так далее. Мы под давлением принимаем санкции, но вы не думайте, мы... Кстати, то же самое публично сказал мэр Токер недавно, что мы принимаем санкции под давлением, вот вы уж и извините, мы сами не такие. Но Япония оказалась в стране цепнота, такое энергетичество. После Фокусима решили закрыть свою атомную станцию, решили изменить свою энергетическую стратегию, а перемена энергетической стратегии Японии, как третьей экономики мира. Это очень большой, крутой поворот. Это крутой поворот. Как в том фильме «Запавт женщины», когда мальчик говорит полковнику, полковник, не выпить ли вам сейчас, можно ли, чай вместо виска, накануне поездки на красном кабриолете, помните эту историю? А полковник отличает, слепой полковник, который отличал по запаху блондинка, который нет, он говорит, нет, это будет слишком крутой поворот, если выпить чай. Так вот Япония решила, так сказать, как бы выпить чай, в виде углеводородов. И посмотрела, какое есть предложение на рынке насчет газа, и выяснилось, что Австралия – это баллоны, Америка – баллоны, а из России, из Сахалина, можно построить газопровод а-ля Nord Stream вдоль всей Японии длиной 2,5 тысячи километров. Ну, нормально, это отличная история. И тот раз – бац, Украина, Америка – это ни в коем случае стоит валяться, накладываем санкции, прекращаем и так далее. Просчитанный проект. И вот они завистили над этим. Там Фукусима они не контролируют, но я просто говорю, это очень конкретный проект. А здесь пока нельзя. Ну и что дальше? Я говорю, ну, ребята, это же вам нужно, да? Россия готова, но это ваши национальные интересы. Может, вы скажете американцам, мы хотим жить в соответствии, это соответствует нашим, мы это делаем не для России, мы это делаем для себя. Они говорят, ну, они нам скажут, что самолет сбили. Я говорю, ну, хорошо, попросите у них какие-то там документы, типа союзники, может, какие-то у них есть разделительные данные, которые нам не показывают, но пока они нам ничего не дают. Ну, решать свою судьбу. Они говорят, мы это понимаем, хорошо, мы уже неплохо. Так что, фактически, Грузия стоит перед той же дилеммой, либо жить в соответствии со своими национальными интересами, либо как-то говорить о чем-то еще. Ну, пожалуйста. Точки совпадения и пути совпадения. Вот нужно искать их честно. И если вы скажете, что это соответствует национальным интересам, прекрасно, что Россия это учтет. Учтет просто, да? Но убивать друг друга, это точно уж плохо. Вы считаете, что Грузия не живется у него в соответствии со своими национальными? Да, я считаю, что участие в НАТО противоречит национальным интересам. Каким контентом? Грузия, ну, например, безопасности, потому что НАТО предполагает участие в операциях, совместное участие в войнах и часто по ложным поводам. Ну, например, была война в Ираке, там, Колин Павлов тряс белый порошок, и я не знаю, сколько еще этих белых таких флакончиков там запустено. Сейчас говорят, что Россия сбила Боря. Но то же самое, это белый флакончик с белым порошком. Вы накладываете санкции, давайте выступайте, это 9 минут, и напряженность в результате ведет к войне, я считаю, что это абсолютно для Грузии неинтересно. Россия и Грузия естественные торговые партнеры. Зачем строить стену? Но мы же торгуем с Россией сейчас, ну, слушайте, не так, как это могло бы быть. Вот и все. Поэтому, как это, ну, мы же, мы это прекрасно понимаем. Вот и все. Поэтому отношения с Россией, безусловно, как торговые, так и культурные, я не знаю, например, грузинский кинематограф имел совершенно другую аудиторию, когда были хорошие отношения с Россией. Ну, когда-то, да? Сейчас ее нет. Ну, просто, к примеру, что сдерживает развитие грузинского кинематографа. Это только один частный случай. Вот и все. Поэтому это и сдерживает развитие грузинской национальной культуры. Значит, я не говорю, что российская политика в Кавказе идеальна, и, конечно же, там было много ошибок. И при Ельцине, вы совершенно правильно говорите, вспоминаете это время, вообще при Ельцине была внешняя политика крайне, мягко говоря, небрежна. Она часто противоречила национальным интересам России. И, скажем, Шеварднадзе, когда был внести в астрономных дел, ему, ну, до сих пор в России не могут попростить потерю, так сказать, важных территорий, потому что шефа на Дальнем Востоке. Ну, к примеру, дошла сдача по всем позициям, забыли, например, про Крым, Головейской пущей вообще, забыли, а там еще куда. Ну, и так далее. То есть, как, небрежность, в том числе, небрежность на Кавказе. Это первое. Я думаю, что и со стороны Грузии, которая решила, так сказать, расковыривать себе болячки, расцарапывать себе вот эти вот ошибки России, а не наоборот, знаете, как, так говорится, западный принцип вождения автомобиля. That defensive, not offensive. В Европе. Любители Европы не могут, да, надсеваться, что приятный принцип. Она не совершает ошибок сам и исправляя ошибки других. Ну, вот как бы вот здесь такой вот способ. И я считаю, что Грузия тоже могла бы со своей стороны понимать, что это ошибка России, что эта политика не соответствует ее национальным интересам. и пытаться как-то исправить ошибки своего партнера. Ну, потому что, как бы, есть история, мы все равно соседи, и, ну, какие-то вещи пропускать, какие-то вещи подруливать, какие-то вещи договариваться, какие-то вещи потерпеть, а где-то выступить с инициативой, как это исправить. Если он танго танцует двое, можно сказать, ах, вот так, вы там георганцы и так далее. Тогда мы пойдем в НА. Ну, хорошо, если вы, там, связались с американцами, допустим, ну, не допустим, а это произошло, но американцы вас не защитили. Ну, это фейк оказалось. Американцы вообще никого не защитили. Вообще никого не защитили. Назовите мне хоть одну страну, кого американцы защитили. Афганистан, Ирак, везде, куда они вмешались, они кого-то защитили. Никого не защитили. Украину. И Украину не защитили. Вот и все, понимаете. Поэтому они просто тупо продвигают границы блока, строят базы и, так сказать, наращивают свой военный потенциал. Создавая, ну, ведя дело, в общем-то, к войне в Европе. Я могу объяснить, я могу себе в пример. Если так сказать, на макро уровне, то от Первой мировой войны американцы выиграли, потому что они сделали доллар резервной валютой и ничего не потеряли. От Второй мировой войны американцы выиграли, потому что они, все, так сказать, страны оказались разрушенными, истощенными от Японии до Европы, до Германии с выпотрошенным, вообще, так сказать, национальным духом. Американцы остались на белом камне. Ну и сейчас, так сказать, тоже интересно, как бы, давайте еще раз, вы там повоюете, вы там повоюете, а мы будем, нам отлично будет, мы решим свои проблемы. Вот и все. В результате, получается, половина военных расходов в мире американские, ну, грубо, 90-95% зарубежных военных вас американские, просто так, по факту, что явно превосходит размеры необходимой обороны, ну, как вот так, да, то есть это не связано с их безопасностью. Более того, они, так сказать, голубая мечта стравить русских и украинцев, что сейчас происходит на примере Украины и русских и грузин, ну, отлично, все складывается неплохо, просто Грузии, не важно. Вот и все. Тогда почему бы Россия поддается на эти провокации? Поддается это как? Ну, раз воюет, значит, поддается провокация. С кем воюет Россия? С Украины. В России не воюет с Украиной, моя дорогая. То есть, если там есть добровольцы, там есть французские добровольцы, испанские добровольцы, сербские добровольцы, американские добровольцы и так далее, но там нет российских войск. Там единственная международная организация, это ОБСЕ, у которой есть там свои наблюдатели, не подтверждает наличие российских войск на Украине. Ну, не подтверждает. Ну, нет свидетельств. Вот и все. Понимаете, американская затея подставить европейцев под невыгодные им санкции. Им интересно ослабить и Европу, и Россию, чтобы строить, и чтобы Европа, там, Германия, сладкая мечта, чтобы Германия воевала с Россией. Германия сейчас это, так сказать, лидер Европы, фактически, да? То есть, если Россия объединит свой потенциал со своими соседями, например, с Европой, в частности, с Германией, тогда англичанам нечего будет делать на континенте, а американцам тоже будет, так сказать, экономический потенциал, который совершенно не интересен американцам. Совершенно. и в том числе обороны кое-годно. Поэтому задача, конечно, строить там прекрасно. Давайте, ребята, с Грузии, вот, давайте сейчас грузинскую армию там, так сказать, в оружии, попробуем сделать еще что-то такое. Ну, давайте.